Большое спасибо, коллеги, за любимейшее приглашение поговорить сегодня с вами о последних решениях в локорегионарной терапии у пациентов с сраками головы и шеи. Перед вами мой конфликт интересов. Как вы прекрасно знаете, паративная попытка у пациентов с полкоклеточным раком головы и шеи зависит от стадии заболевания, анатомической локализации, а также экспертного центра. Ну и основная задача — это, конечно, сохранение органа и функции. Безусловно, пациенты со стадии 1 и стадии 2, мы пытаемся провести один терапевтический режим, допустим, хирургический либо лучевой. Для пациентов с локально распространенными формами заболевания стадии 3 и стадии 4, как правило, нам требуется комплексная терапия, которая будет включать как хирургическое вмешательство, так и или химиолучевую терапию. Совсем недавно были обновлены рекомендации ИНС, ЭСМО, ЭСТРО. Это совместные рекомендации трёх профессиональных сообществ — ИНС, ЭСМО и ЭСТРО. И я хочу показать примеры по каждой анатомической локализации, соответствующей алгоритмам терапии, как, допустим, вы знаете, что по ракам ротовой полости, в частности, мы пытаемся в первую очередь провести хирургическое вмешательство. Далее, послеоперационная лучевая либо химиолучевая терапия. Далее, для терапии локально распространённых форм стадии 3 и 4 нам нужна комплексная терапия, как я уже говорил ранее. Мы пытаемся использовать максимум возможностей для того, чтобы сохранить орган, и мы используем в основном химиолучевую, за которой может последовать диссекция шеи, если мы подозреваем остаточное заболевание в региональном лимфатическом узле. Кроме того, мы можем использовать и хирургическое вмешательство, за которым последует лучевая терапия, либо химиолучевая терапия, и это наиболее предпочтительная опция для раков ротовой полости. Какова же роль химиотерапии в терапии локально распространённых опухолей? Как, собственно, было показано в ряде рандомизированных исследований, а также, как было показано в метаанализах, мы видим это здесь. И сейчас я хочу показать вам, в частности, метаанализ, который был выполнен группой Маккензи и опубликованной в 2021 году. И здесь вы видите, каким образом мы видим локарегиональную терапию при использовании химиотерапии. Итак, мы видим, что происходит с химиотерапией. Индукционная химиотерапия одновременная, либо одевантная. В этот анализ были включены более 20 тысяч пациентов, индивидуальные данные, и далее мы видим, что исследователи наблюдали 13 тысяч летальных исходов, что составило 69%. Разница выживаемости составила 5 лет в пользу группы химиотерапии. Это составило 4,2% на этапе 5 лет, и далее на этапе 10 лет это составило плюс 2,2%. Кроме того, исследователи посмотрели наилучший способ введения химиотерапии. И, безусловно, эти преимущества наблюдаются, когда химиотерапия дается одновременно с лучевой терапией, то есть это одновременно использование двух режимов. И в этом сценарии абсолютная разница выживаемости в 5 лет составляет 6,5% в пользу комбинированной терапии, а также в 10 лет составляет плюс 3,4%. Как, собственно, я показал ранее, химиотерапия в комбинации с локальной лучевой терапией при локально распространенных раках головы и шеи улучшает выживаемость. Но, кроме того, мы знаем, что, безусловно, мы не должны забывать и о других вариантах химиотерапии, которые, безусловно, используют небольшие дозы между лучевыми сессиями, и фракционированная лучевая терапия позволит использовать лучевую несколько раз в день. И также это улучшает исходы по сравнению с традиционной лучевой терапией, фракционированные варианты. Говоря об инакционной химиотерапии, в частности, цисплатин-дозетоксил и 5-соророцил – это лучше, чем цисплатин-5-фью, то есть триплет лучше, чем дуплет. Данный метаанализ оценил, насколько мы можем выявить один из режимов, который является наиболее превосходным, чем другой. Исследователи провели сетевой метаанализ, исходя из индивидуальных характеристик пациента, и выбрали пациентов, которые были включены в метаанализ МакКенси, а также пациентов, включенных в метаанализ, который оценивал альтернирующий и фракционирующий режим лучевой терапии, так называемый МАРЧ. Суммарно были проанализированы 115 рандомизированных исследований, в которые были включены примерно 28 тысяч пациентов, наблюдалась летальность примерно 19 тысяч случаев, первичная конечная точка, общая выживаемость. Итак, группа РИФАНС — это локорегиональная терапия, которая состояла из хирургического вмешательства или лучевой, либо того и другого. Таким образом, отношение шансов составило единичку, и это наша референтная стандартная группа, с которой мы сравниваемся. Если мы посмотрим на традиционную химиотерапию на основе платино-пульта лучевая, улучшается выживаемость, отношение шансов составляет 0,77 по сравнению с референтной группой, с классическим стандартом. И в этом анализе абсолютные преимущества по выживаемости на этапе 5 лет на фоне данного режима составили 9,5%. Далее, наилучший режим терапии представлен вот здесь. Это гиперфракционированная лучевая с одновременной химиотерапией, где отношение шансов составило 0,63, и абсолютные преимущества по выживаемости на этапе 5 лет составили плюс 16,7%. Далее, другие группы, которые также улучшают выживаемость, это индукционная химия с использованием цисплатины 5ФЮ и доцетоксела, за которым следует локорегиональная терапия. Далее, ускоренная лучевая с одновременной химиотерапией, либо же индукционная химия с использованием цисплатина децетоксел и 5ФЮ, до которой следует одновременная химия лучевая. Вот эти пять режимов, пять опций улучшают выживаемость по сравнению с референтной группой хирургии или лучевая, или оба. Но при этом мы не видим статистически значимой разницы между этими пятью опциями. Такой анализ был выполнен для того, чтобы проинформировать вас о существующих опциях. Если мы посмотрим на рекомендации, что же написано там, помимо химии лучевой, мы можем использовать индукционную химиотерапию в случае, если мы видим необходимость сохранения глотки для ларингеального и гипофрингеального мрака, как показано вот здесь. Итак, если тотальная ларингеотомия необходима, то тогда мы можем использовать одновременную химию лучевую, либо индукционную химию, за которой последует лучевая и случай полного или частичного ответа после индукции. Если мы посмотрим на новые данные по лакорегиональной терапии, то я делю это на три основных клинических вопроса здесь. Итак, первое. Можем ли мы деэскалировать терапию в случае хорошего прогноза? Ну, допустим, у пациентов с ПИ-16 положительными урофоригиальными раками. Тогда мы можем уменьшить токсичность высокодозной химиотерапии на основе платины, химио-лучевой. И у нас также есть данные, что говорят о том, что мы можем улучшить исходы у пациентов с плохим прогнозом, в частности, пациенты с локально распространёнными раками головы и шеи стадии 3-4. То есть, первое, поговорим о деэскалации, затем поговорим о снижении токсичности, а дальше поговорим, наоборот, об эскалации. Итак, деэскалация при ПИ-16+. Ну вот, мы только что говорили о возможности деэнтентификации системной терапии, потому что здесь есть два исследования на данный момент, которые попытались заменить цисплатину цитоксимабом у пациентов с ПИ-16 положительными урофоригиальными раками. И я хочу показать вам это исследование. Это прекрасное исследование R-TOK-10-16. Включённые пациенты имели ПИ-16 положительные урофоригельные раки, либо с инвазией в лимфатическом, либо варианты Т3 и Т4 заболевания. И пациенты были стратифицированы в соответствии с статусом курильщика. Суммарно были включены 800 пациентов. Пациенты были рандомизированы между цисплатина и химия лучевая, либо цитоксимаб плюс химия лучевая. Как вы видите, исследование было по сопоставимости относительно выживаемости, но исследование не достигло первичной конечной точки. Посмотрите. Веселение общей выживаемости составило 85% в цисплатину химии лучевой и 78% в цитоксимаб химии лучевой. Вторая тема, которую я хотел бы осветить, это попытка снижения токсичности высокодозной химии лучевой терапии. И в этой связи я хочу показать два исследования. Первое исследование было представлено в прошлом году на АСКО, и, собственно, оно оценивало возможность еженедельного цисплатина в дозировке 40 мг на квадрат по сравнению с высокодозным цисплатином, потому что японское исследование, которое было выполнено в постоперационном сценарии, куда они включали пациентов с микроскопически положительными краями, либо же пациентов, которые имели экстракапсулярную экстенсию, суммарно были рандомизированы 261 пациент между высокодозной цисплатиной, то есть мы видим, соответственно, 100 мг на квадрат, либо еженедельная цисплатина в дозировке 40 мг на квадрат раз в неделю, также в сочетании с лучевой. Кроме того, мы видим исследование с дизайном нонофириози, то есть по сопоставимости, и исследование было прекращено после второго промежуточного анализа, потому что первичная и конечная точка была достигнута. Как вы видите, мы посмотрим на трехлетнюю общую выживаемость по высокодозной цисплатине, она составила 59%, и в случае еженедельного режима это составило 71%. Если мы посмотрим с вами на профиль токсичности, то токсичность также оказалась более приятной в случае еженедельного режима. Перед вами данные по токсичности на высокодозной цисплатине и еженедельной цисплатине. И посмотрите, мы видим в основном разницу по степени три тяжести нежелательных явлений. Как вы можете четко видеть, у нас гораздо меньше дисфагии на фоне еженедельного режима, меньше тошноты, меньше инфекции, меньше гипонатремии, а также меньше почечной дисфункции либо других типов нарушений. Нитропения также оказалась менее частой на фоне еженедельного режима. Второе исследование, которым я хочу привлечь ваше внимание, это исследование ГОРТЕК-2015-СИФРАД. Сюда включались пациенты с куративной попыткой послеоперационного вмешательства. Суммарно 124 пациента, которые были рандомизированы в отношении 1 к 1, либо на стандарт терапии, то есть высокодосная цисплатина в дозировке 100 мг на квадрат каждые три недели, либо фрукционированный вариант вмешательства введения цисплатины, то есть это была дозировка 25 мг на квадрат, день 1, 2, день 3, день 4, с первых по четвертые дни, и затем такая история повторялась каждые три недели. Первичная и конечная точка кумулятивная доза цисплатина. Если мы посмотрим с вами на кумулятивную дозу цисплатина в стандарте синий и в фрукционированный, то есть это показатели что они могли бы получать более дозы цисплатина в фрукционированный рождин. Это было значительно значительно. Без пациентов также достиг три доза цисплатина, или три цикла цисплатина, в фрукционированный рождин. Продолжение следует... Last year, at ESMO, this trial was reported, so they randomized patients with stage 3 and stage 4 locally advanced squamous carcinoma of the head and neck between chemoradiation with high-dose cisplatin or chemoradiation plus Avelumab, an anti-PD-L1 monoclonal antibody. Avelumab was started one week before chemoradiation and was given every two weeks. They also... This trial was the first interim analysis after 224 events. And it was stopped because the statistical boundary for futility was met, so the trial did not meet the primary endpoint. The hazard ratio was 1.2 in favor, indeed, of the control arm with a p-value of 0.9. If we look at different subgroups, this confirms that the experimental arm did not improve the outcome compared to conventional chemoradiation. Maybe there is one subgroup that could benefit from this approach. It's a patient with a tumor that expressed high level of a PD-L1, although this was done with a very low number of patients. We have another trial that investigated anti-PD-1 in combination with radiation therapy in the curative setting. That's the Gore-Tech 2015-01 trial. It was a different population. It was patients that were unfit for high-dose cisplatin. And also, pembrolizumab was given only during radiation therapy. There was no adjuvant treatment. In this study, 131 patients were randomized between pembrolizumab plus radiation therapy versus setuximab plus radiation therapy. And the primary endpoint was the local regional control at 15 months. This trial also did not meet the primary endpoint and was negative. So the blue line is pembrolizumab plus radiation therapy, and the red line is setuximab plus radiation therapy. As you can see... Another approach is to use antagonists and inhibitors apoptosis of the blood, like, например, Sivinopone. И снова это оценивалось в небольшом рандомизированном фазе 2 исследовании. В этом исследовании они рандомизировали 96 пациентов между традиционной химио-лучевой терапией либо с исплатиной по сравнению с химио-лучевой плюс севинопон. Севинопон выводился в диапазоне 2 недели, каждый 21 день. Первичная и конечная точка — это локальный и региональный контроль на 18 месяцев, и вторичная и конечная точка — это выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Сейчас я бы хотел показать кривые по выживаемости Каблана Майера. Вы видите, это абсолютно показывает преимущество ксевинопону. Мы видим, что значение π составило 0,002. То есть мы видим однозначные преимущества по общей выживаемости, это 66% в группе ксевинопонта и 51% для традиционной химио-лучевой. Итак, переходя к выводам, мы видим, для пациентов со стадии 1 и 2 мы пытаемся использовать всего лишь один режим терапии, либо хирургию, либо лучевую терапию. Для стадии 3 и 4 нам нужна мультимодальная терапия, которая будет включать как химио-лучевую, так и хирургию. И, пожалуйста, обращайтесь к рекомендациям Эсман и обращайтесь к метаанализам, которые были недавно опубликованы. Для того, чтобы использовать деэскалацию, пока у нас нет показаний для снижения деинтенсификации ПИ-16 положительных орофорингеальных раков вне клин-исследований, в клин-практике показаний на это нет. Далее, относительно химио-лучевой, маленький прогресс был сделан за последние 20 лет, и стратегии по интенсификации терапии тремуются, но пока ни одна из них не была окончательно валидирована в рамках исследования фазы 3. Если мы посмотрим с вами на данные по антипиди-1, антипиди-Л1, то у нас нет пока данных, что это может улучшить каким-либо образом исходы. Но мы ждём. Ждём результатов других рандомизированных исследований, как, например, исследование Кинл-412 и исследование МВОК-010. И есть очень интересные данные в рандомизированных фазы 2 исследования с антагонистом ИАП ксивенопантом. Но, безусловно, эти данные должны быть возрождены более крупномасштабным исследованием, и это исследование уже было инициировано. На этом я благодарю вас за ваше внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!